здравствуйте уважаемые слушатели учебного курса анализ данных с использованием python сегодня наша тема многопоточное программирование на python параллельное программирование мы анализом данных занимаемся позже начиная с шестого занятия примерно вот пока что какие-то сложные вещи связаны с языком с библиотеками прорабатываем которые ну надо знать в продвинутом программирование на python и так давайте поговорим про параллельное программирование как таковое что есть параллельное программирование в чем его смысл параллельное программирование это вообще в принципе как это можно делать как отдельную дисциплину но впрочем она и есть как отдельная дисциплина но интересно еще и то что в рамках параллельного программирования очень много всяких вещей всяких опять же учебных курсов спорящих друг другом специалистов которые друг друга вот просто щиты говорят это вообще не правильно это старье другие говорят нет вот это главное значит смотрите смысл следующий есть последовательное программирование то есть смысле в котором у нас есть некий единый один канонический исполнитель который исполняет некую последовательность действий то есть есть некий актор действующее лицо английский актер собственно значит актер но по-русски у нас два способа перевести слово да одно актер который лицедействует а другой это собственно деятель действовать и да вот актер вот мне очень нравится это слово но не содержит вот этого вот подтекста лицедейства вот так вот у нас есть некий актор кто это актер это некий процессор или некое ядро некая вот вычислительная штуковина которая может действовать до соответственно этот актор ведет вычисления до вычисления начались и поехали и поехали и поехали и поехали в какой-то момент они завершились стоп ну как мне как сказать нарисовать собственно вот это вот вычисление для этого я могу в каком-то смысле рисовать такой график загрузки cpu cpu usage выражены в неких условных процентах ну и соответственно если это считать вот этот вычислительный процесс без операционной системы без всяких внешних посторонних вещей знаете как у какой идеальный в этом смысле актер это микроконтроллер там нет операционной системы там тупо ваш в ваши вычисления ваши команды вы его прошили запрогали их пожалуйста то есть он в этом смысле проснувшись и начав исполняться хавает сто процентов процессорного времени до момента пока собственно не перейдет в состояние а как программа закончена программа закончить эти время шкалу времени вправо отправлю да ну и я здесь обозначу это состояние это самая крестик понятная логика да вот так работает на примитивный вычислительный процесс с одним актером да с одним процессором ядром вот ну вот эта штука вопрос вот в чем да может ли быть несколько вычислительных процессов на одном ну скажем так над на ядерном процессоре ответ да может быть как ответ следующий ну нам надо осуществить чередование вот если мы будем использовать чередование или по-английски давайте я вот здесь вот напишу это как термин да это сейчас именно и еще раз это пока еще не пар прок это пока что такой вводничек чтобы осознать место параллельного программирования значит поэтому мы говорим сейчас про чередование на или интер ливинг внутри покидания значит смотрите а что если я возьму и надо на процессорном 1 ядерном компьютере захочу как-то запустить процессы вычислительные одновременно невозможно кажется нет возможно для этого я беру и сажаю есть такая штука как прерывание сажаю на прерывание по времени сажаю на прерывание по времени некий ну такой вот актер номер один который будет просыпаться и засыпать что значит засыпать как разве может ничего не выполняться но микроконтроллер он должен что-то выполнять микроконтроллер извините он достаточно примитивная штука и он долбит свои инструкции вот представьте себе что у меня раз в сколько-то микросекунд просыпается раз в одну микросекунду просыпается вот актер процессор у меня один да но вот с точки зрения теперь этого с точки зрения реальный исполнитель будет один вот но вот этот вот вычислительный процесс который просыпается периодически у меня будет называться сейчас господи планировщик задач эта штуковина называется планировщик вот а для чего он просыпается периодически да только для того чтобы взять и нескольким вычислительным процессом ну я не знаю по старинке для виндовозеров я могу написать а и где на но на самом деле мы понимаем что это ну процесс а и процесс b собственно вычислительный процесс вопрос отдельный когда они стартуют ну давайте будем считать что они вот что называется прошиты в тот же микроконтроллер и просто при его запуске они уже находятся в его пзу и уже готовы исполняться что происходит у них я не буду писать у них тоже вот эту стрелочку вверх но у них тоже поднято вверх означает стопроцентное использование процесса первым у меня начал работать планировщик потом он вызывает соответственно у меня первый до в момент когда приходит прерывание по таймеру у меня процесс а еще ничего не до вычислил но он обрывает в свое вычисление потому что прерывание передал управление снова планировщику после чего планировщик принимает решение и передает управление спавшему процессу б процесс б просыпается и начинает свои собственные вычисления он их делает до момента пока не придет прерывание по таймеру до проект пришло прерывание по таймеру он приостанавливает свою работу на и спит проходит как эта доля микросекунды планировщик принимает решение и делается ты выдает следующий квант вычислительному процессу а понятно и в результате как видите получается вот такая вот замечательная решеточка да такая расчесочка но в этой расчесочке на самом деле есть кое-какие пробелы дело в том что сам планировщик как вы можете заметить кушает на себя некоторое время то есть нужно время по сравнению с вот этим квантом да по сравнению с вот этим вот дельта т есть маленькая dt которая работает сам планировщик и получается что планировщик кушает время равное dt разделить на дельта т это некая плата в процентах которую мы платим ну некая вот эпсилон на некая доля которую мы платим за возможность вот этого чередование вот чего мы добиваемся разве от этого ускорятся вычисления ответ нет безусловно только замедляться почему замедляться почему замедляться ну очевидно потому что на переключение контекста требуется время реальный процессор у него есть регистры нам надо вот в этот момент когда планировщик погружает процесс а спать он должен взять нет он на жесткий диск не сбрасывает его состояние ему планировщику достаточно спихнуть это в оперативную память на так называемый сегмент стека но регистры надо почистить он берет содержимое регистров их в стек и в стек и в стек потом он b он берет другой стек из того стека он те состояния раскладывает по регистрам соответственно разложил процесс b и после этого он его включает переключает на процесс b процесс b выполнился планировщик просыпается опять регистры процессора надо их снова в стек b вернуть а из стека а разложить по регистрам то что было там раньше понимаете да то есть вот это называется это называется переключение контекста оно тратит на себя время ну я будем считать учел его вот в этом маленьком дт еще раз можно сказать так что ну можно как-то организовать чтобы это переключение контекста происходило довольно быстро да но это в любом случае знаете что напоминает вот как если бы вот два человека хотели бы не знаю помыться в ванне ванна одна первый вариант давайте помоется а полностью от начала до конца потом помоется b от начала до конца да а дальше мы говорим нет давайте как-то сделаем более честно чтобы они стартовали почти одно время ну и закончили там что один если помыл себе ногу да но чтобы выйти из ванны ему нужно ему нужно вытереть эту ногу одеться и выйти и уступить ванну следующему но я специально привожу такой вот шутливый пример с этим переключением контекста да но тем не менее надо понимать что примитивно организованная параллельность методом чередования она вычислительного выигрыша не дает если нет никаких дополнительных собственно акторов если нет реальных вычислительных мощностей на которые мы можем как-то сбросить эту вычислительную нагрузку то есть должен быть какой-то еще реальный вычислительный процессор который будет считать на самом деле такие дополнительные помощники вычислительные в системе существуют дело в том что внутри вашего компьютера я сейчас не буду компьютер сюда вот да но там внутри на самом деле есть есть там дополнительный компьютер и этот дополнительный компьютер очень часто намного мощнее вашего оригинального я правда сейчас наверное махну не самым каким-то крутым а Да, такая уже в каком-то смысле относительно старенькая. Вот, это видеокарточка. Видеокарточка. Она на самом деле представляет из себя, ну, тут спрятано все под радиаторами, но на самом деле там есть и процессор, он называется графический процессор, да, не CPU, а Graphical Processor Unit, да, но там есть и своя оперативная память, причем она очень часто более, даже более продвинутая, чем та оперативная память, которая стоит на вашем основном компьютере. Так частенько бывает. Вот. Сейчас, простите. И, в принципе, да, есть отдельная область того же параллельного программирования, даже если представить, что ваш компьютер одноядерный, но с хорошей графической картой, пожалуйста, туда огромное количество вычислений может быть сброшено, там очень высокая степень параллельности, давайте сейчас обсудим следующее. Итак, первое, в случае одного ядра одного процессора у нас особых шансов нет. А в чем смысл? Ну, есть ли хоть какой-то смысл вот в этом чередовании? Ответ – да. Дело в том, что вычислительный процесс не всегда вычисляет. Иногда вычислительный процесс просит операционную систему, говорит, дорогая операционная система, я хочу получить с пользователя, с клавиатуры, чтобы он мне написал число. Да? И она буквально в середине, то есть у нее еще было время, шел его квант времени, шел квант времени А. И тут он говорит, дорогая операционная система, я делаю системный вызов, ты мне нужна. Надо сказать, что я сейчас пока что говорил про микроконтроллер, но на самом деле вот такое чередование организуется в так называемых уже многозадачных операционных системах. Так вот, в этом случае у меня сейчас происходит системный вызов, да? Например, связанный с получением какой-то информации с клавиатуры или запрос по, не знаю, там, сокету, запрос сетевой. Что произойдет? Смотрите, на самом деле, кроме планировщика, есть еще, собственно, так называемый, в каком-то смысле планировщик, тоже ядро. Ну, давайте будем считать, что вот у меня есть некие услуги, которые оказывают ядро операционной системы, да? Кернл. Так вот, ядро операционной системы, да, оно, в принципе, условно спало. Ну, то есть, оно, его никто не звал, оно не делало ничего. Еще раз, я выделяю отдельно ядро от планировщика, выделяю, скажем, из ядра, правильнее так сказать. Так вот, соответственно, у меня вот в этот вот момент, когда происходит системный вызов, происходит, по сути, передача управления на ядро. И начинает выполняться ядро. То есть, сама операционная система работает. Операционная система посмотрела на то, что пользователь пока что ничего не написал. Она себе, условно, повесила эту информацию. Товарищ ждет, пока пользователь что-то нажмет на клавиатуре, да? И пошла поспать, собственно. Что значит пошла поспать? Ну, она, естественно, передает управление, ну, то есть, если ядру ничего не надо делать, то она передает управление планировщику. Планировщик просыпается в какой-то, условно, в неочередной раз, да, то есть, он раньше просыпается, чем надо, смотрит. А кто у меня сейчас? И смотрит, у меня вообще-то есть А и есть Б. И они, как бы, как на карусели катаются, да? То есть, их два выстрелительных процесса, пользовательских. Можно тот запускать, можно другой запускать. Но процесс А с этой карусели временно слез. Он перешел в состояние ожидания. Ожидающие процессы. Да? Он находится временно в состоянии ожидающих. Кто остался на карусели? Ну, карусель по-английски вращающийся робин. Раунд робин. Это один из алгоритмов планирования, который я вам нарисовал. Ну, потому что, на самом деле, эта кухня, она очень серьезная. Есть люди, которые занимаются прям сурово разработкой планировщиков операционных систем. И они знают, что куча разных алгоритмов. Есть вариантов планирования. Там, short goes first. Есть операционные системы. Называется, реального времени. В которых там все вообще жестко. С этим планированием времени. Если процесс не успел сделать за запланированное время свои действия. То его просто прибивают. Не успел, расстрел. Короче, вот есть, собственно, вот этот вот алгоритм. Один из такой, в котором процессы, находящиеся в состоянии, я думаю, правильно сказать так, нет. Ожидающие, это те, которые ожидают, собственно, исполнения. Сейчас меня это будут ругать. Потому что неправильно. А этот пошел, по сути, поспать. То есть, он заснул. Надо сказать, что он заснул, на самом деле, скорее всего, ненадолго. Он ждет, пока его разбудит. Ему не нужно дальше вычисляться, пока он не получит число с клавиатуры, ну, символы с клавиатуры. Дальше он даже не собирается выполняться. Что же происходит? В результате планировщик, проснувшись, выдает, собственно, процессу B, выдает время. Ну, тут ему просыпаться. То есть, он проснулся, не стал переключать. Заснул обратно, потому что я слишком рано, допустим, или наоборот переключил. Но на B все равно переключил. И, собственно, дальше у меня начинается что? Начинает тупо вычисляться процесс B. А ему не нужен пользователь. Он продолжает себе вычисляться, вычисляться. Но в какой-то момент, в какой-то момент, происходит интересная ситуация. У меня приходит прерывание с клавиатуры. На самом деле, прерывание с клавиатуры, оно на время, такой, на маленький-маленький такой момент, погрузит вот этого товарища B в сон, на однопроцессорном компьютере, да, и в ядре проснется, собственно, ненадолго проснется обработчик прерывания. Обработчик, собственно, события. Ну, я имею в виду, в данном случае, прерывание с клавиатуры, да. И смотрит, ой, символы ввели, символы ввели. А у меня там, в спящих процессах, был процесс A, который как раз ждал, когда ему что-нибудь туда с клавиатурой надолбят. Да. Пришло событие введения символа. Это событие привело к тому, да, что вот этот вот вычислительный процесс из спящих возвращается на карусель ожидающих. Понятно? В свое время, когда планировщик в очередной раз будет выбирать, кому же выдать, собственно, квант времени, он скажет, ребята, а у меня как раз процесс A ждет. И он продолжается. И получается, что процесс выныривает из системного вызова, да, а в то время, пока он спал, и он мог бы тупо ждать и крутить пустой цикл. То есть тратить процессорные силы в пустую. Выполнять операцию новой оперейшн. НОП. НОП, 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 НОП. Но вместо этого, благодаря наличию операционной системы, он спокойно заснул, спокойно дождался, пока пользователь долбанул клавишу по клавиатуре, да, и проснулся только, ну, с маленькой задержкой, она, опять же, там, условно, микросекунды, люди не могут этого заметить. Вот. Проснулся и уже возвращается из системного вызова с результатами. Вот они, мои символы. Продолжает вычисляться, да. После чего у нас карусель снова крутится, карусель вот этого интерливинга снова крутится, ну, с накладными расходами на операционную систему. Понятно? То есть, смысл, еще раз, вот, вот, пока что никакого второго вычислителя нету. Второго вычислителя нету. Но вычислительный, но общая эффективность системы выше за счет того, что мы используем время вынужденного простоя первого процесса для второго процесса, который имеет возможность вычисляться. Понятно? То есть, вот она логика. Что можно сказать еще? Пока. С вот этим однопроцессорным. Дело в том, что это имеет отношение сейчас к тому, что у нас будет там в питоне с параллельностью. Вот. Сейчас скажу мысль. Да. Время, которое операционная система потратила на обработку системного вызова именно процесса А, записывается, ну, там ведется, что операционная система некая статистика времени. Да? Есть процессорное время непосредственных вычислений вот этих вот, сумма вот этих времен вот этих кусочков. А дополнительно к этому есть еще и время, собственно, которое операционная система потратила на него. Да? Не на свои какие-то личные нужды, а именно на него, на его вот эту обработку. Ну, обычно оно не слишком большое, но, тем не менее, его имеет смысл тоже учитывать. Само же время ожидания вот это, оно не учитывается ни туда, ни сюда. Вот. Ладно. Значит, что теперь дальше? Если у меня возникает несколько, несколько ядер, да, допустим, там, два ядра, то тогда у меня, у планировщика возникает возможность, собственно, из вот этого очереди ожидания, сразу брать подвое. Если вдруг, чудом, там, ровно два этих самых, то они в каком-то смысле выполняются, ну, слушайте, если не отказываться от идеи операционной системы как таковой, да, то они выполняются, тем не менее, с вот этими ожиданиями маленькими, да, но планировщик, он, естественно, будет поступать достаточно разумно, тогда, опроснись, а, снова тебе, снова тебе, навсегда тебе, да, то есть, он их оба вычисляет и вычисляются они параллельно, то есть, и один вычисляется, и второй вычисляется, понятно? То есть, у нас, естественно, возникают вот эти самые, что называется, 200% ЦПУ, да, если вы такое видели когда-нибудь в Таск Менеджере, то вот это вот именно оттуда и ползет, да, то есть, как это может быть? Ну, имеется в виду, что у вас два ядра, оба ядра загружены на 100%, вот они 200%, ну, там 180, да, то есть, с некоторой там меньшей эффективностью. Ладно. Окей. Значит, мы поговорили про вот это. Теперь давайте поговорим о целях, а, нет, еще кое-что нужно сказать про системы параллельности. но в начале все-таки, да, цель. Какова цель, собственно, параллельного программирования? Разные варианты есть. Ну, и там, в частности, в связи с этим будут разные схемы построения. Итак, первое, что вы сейчас увидели, это некая асинхронизация, асинхронизация работы, работы, например, с отложенными задачами. То есть, вот вывод, вот вывод по сети, взаимодействие по сети, любое взаимодействие с устройствами, оно приводит к тому, что ваш процесс периодически будет, ну, вот если много взаимодействия с устройствами или с сетью, то смысл есть и в том, что у вас не будет, как бы, зависать, что называется, вычислительные процессы, то есть, а компьютер движется. Цель, значит, смотрите, первая цель это интерактивность. Цели. Интерактивность. То есть, чтобы наш, например, вы, ваша программа, я вот так, цели параллельного программирования, параллельные, прямые, да, пар пробок. Что имею в виду интерактивность? Вот, вы сделали программку, и ваша программка говорит, скачивание файла началось, и после этого ваша программка не отвечает ни на какие вопросы. То есть, вы не можете никуда кликнуть, вы не видите никакого прогресса. Она ушла полностью в это занятие, она погрузилась, ее не разбудить, не окликнуть, эй, эй, как там дела, что, не, никак. Она думает. Вот, соответственно, повышение интерактивности, когда вы видите этот самый прогресс бар, да, и у вас постепенно, вы видите, насколько, что называется, быстро идет скачивание. Вы можете сказать, там, не знаю, сказать, cancel, да, отменить. Вот, давайте я напишу отмена. Или cancel все-таки напишу. Да. Вы можете отменить скачивание, если вдруг вам надоело ждать. И ради этого вам не надо закрывать весь вычислительный процесс. Понятно? В этом случае есть организация параллельного программирования, можно сделать, чтобы что-то там разными процессами или более тонкими вещами, сейчас я про них расскажу. Но есть другая цель, это действительно собственно увеличение вычислительной мощности, да, то есть увеличение скорости вычислений. Скорость вычислений. Скорость вычислений. Вот, очень часто говорят именно про вот этот аспект параллельного программирования. Почему, сейчас, секундочку, ну почему понятно? Ну почему это так актуально? Во времена моей юности была гонка Intel и AMD, которая выражалась в повышении термопакета, на самом деле в повышении частоты рабочей частоты процессора. То есть вот есть CPU-шечка, да, центральный процессор, который занимается непосредственно вычислениями. CPU, да, я вот так вот ноги ему слева-справа нарисую. Сейчас, конечно, уже не ноги, по-другому организован контакт, но не важно. И вот этот процессор содержит в себе некоторое количество транзисторов и некую базовую частоту. Частота это такая вот как, представьте себе, там много-много-много всяких транзисторов, вычислительных элементов, арифметикологическое устройство, устройство управления. Это как гребцы на галере. Вот они все должны грести, и при этом весла не должны у них запутаться. и есть человек, который на барабане так бум-бум-бум-бум. Соответственно, это называется генератор частоты, генератор частоты, который генерирует прямоугольные, дайте я лучше так ГЧ напишу, и он генерирует прямоугольные импульсы, которыми он заставляет его, как это, понуждает синхронно работать. На самом деле, конечно же, генератор частоты чаще всего встроен в сам процессор, но, впрочем, и им можно управлять. Он еще и сделан так, что можно немножко эти частоты подкручивать. Так вот, повышение частоты приводит к глюкам. Ну, как если человек, который скажет, я хочу, чтобы галера плала быстрее, ну-ка, давай барабанщик, давай быстрее, еще быстрее, еще быстрее, барабанщику несложно, он веслами не крутит, понимаете, да? А что произойдет? Произойдет некая там рассинхронизация, импульсы станут накладываться, шумы начнут на более коротких временах, где-то не будет успевать нарастать цифровой сигнал, он будет уже не прямоугольный, а он будет не успевать, и тут же уже падать надо вольтаж, ну, короче. А еще процессор начинает греться, вот как рабы на галерах, да, они потянулись. Вот процессор, то есть даже если рабы справляются, ну, транзисторы-то нам не жалко, они в этом смысле такие неживые, нервов у них нету, им не больно, но процессор греется. Соответственно, на этих процессорах в свое время стали появляться все более и более огромные кулеры. Я помню, я помню, компьютер, это был 386-й, на котором процессор вообще был без кулера. потом, я помню, 486-й, на котором появился кулер, это вентилятор с этим вот, да, потом появился этот там, 486-й, на который был обязательно уже плашечка, ну, в смысле, этот радиатор, но еще было, в принципе, не обязательно ставить вентилятор, который обдувал радиатор. сейчас на процессор, ну, то, что я сейчас держу в руках, это вообще фигня, это такой слабенький кулерочек, такой легенький, но это для десктопного компьютера, да, тем не менее. Вот это такой плохенький кулерочек, да, соответственно, я помню, вот этот момент, когда Intel и AMD сражались за вычислительную мощность, были однопроцессорные, одноядерные компьютеры, и они, а мы смогли сделать меньше транзисторы, а мы смогли сделать отдачу тепла получше, а мы смогли сделать это, и в результате наш процессор, да, он греется сильнее, но зато он больше, быстрее работает. И они догнали до 4 ГГц, то есть, довели частоту до 4 ГГц, на предельный был там 4, сколько-то там, вот 5 ГГц, я уже не помню. Надо понимать, что вот этот Гига, это именно честный Гига по системе С, то есть, это 10 в 9, не 2 в какой-то там, 10 в 9, то есть, миллиардов раз в секунду, 4, в данном случае, миллиарда раз в секунду долбит генератор частоты, и работают все там циклы вычислительные. Вот, что в результате? Дальше было некуда, просто некуда. Физический предел. на текущих транзисторах и прочь, и прочь, и прочь, при текущей отдаче тепла, ну, народ выжимал, как, знаете, кисонька, дай мне еще хоть капельку, да, вот, еще чуточку, еще чуточку, есть любители, как это, хорошего геймплея, да, вот, которые из игровых компьютеров, разгоним еще, а давай водную систему охлаждения поставлю, а давай еще чем-нибудь наверну, ну, как бы, не знаю, вообще давайте жидким азотом охлаждать. Безумцы есть, да, которые могут выжать вот эту частоту повыше, но оказалось, что это не надо. Решение другое, а давайте сделаем иначе, а давайте иначе сделаем. Значит, два, на самом деле, решения есть, два решения. Первое решение, это многоядерная система, много ядер. Это означает, что у нас, ну, многоядер, да, или процессоров. На самом деле, так бывает. Бывают материнские платы, на которых два, этих самых, на которых есть несколько процессоров. У меня тут сервачок есть, он старенький, но я, пожалуй, с некоторым трудом, потому что он тяжеленький, его не очень просто поднимать, но я все-таки достану, покажу, что вы хоть увидите этот track mount unit. Вот. Значит, так, надо подснять сейчас. Тяжеленький. Так, где этот штуковина, которая откручивается? Вот она. Одним винтиком. Сервера очень удобны к сборке и разборке. Ну, простите, что мне приходят какие-то архитектурные вещи, но хочется, чтобы вы это увидели. Не лазили, искали, аут увидели прям. Нажимаем кнопочку с блокировки и сдвигать. Да, мне неудобно вверх сдвигать, но придется сдвинуть руками. Вот так вот. Yes. Открыли. Снимаем это самое, такую защиту для этого самого. И что мы видим? Мы видим два процессора. Это блок питания улетел у меня. Вот он не прикручен. Ну, короче, прошу прощения. Вентилятор. Короче, смысл в чем? Что вот, пожалуйста, материнка с двумя процессорами. Поэтому не обязательно, что ядра должны быть на одном процессоре. Нет. Надеюсь, я ничего не сломал. но он все равно старый, конечно, что там. У него мощность, как у современного ноутбука вычислительная. Так что, в этом смысле, конечно, мне жалко его, как учебное пособие. Так. Товарищи, значит, давайте вперед к дальнейшей нашей жизни. Короче, все равно смысл, смысл-то в том, что эта система называется, многоядер или процессоров, называется система с общей памятью. Система с общей памятью. То есть, я, по сути, ну, примитивно, но тем не менее, я несколько центральных процессоров вешаю на одну шину с АЗУ. Random Access Memory. И, соответственно, где возникнет ограничение? Ну, оно может возникнуть, собственно, на шине данных. На шине. Поэтому, естественно, возникает вопрос более быстрой передачи. Надо так, чтобы конфликтов не возникало при работе с памятью. Контроллер памяти должен быть как-то вот общий, то есть, он должен аккуратно это дело разруливать, чтобы они не мешали друг другу. Можно себе представить, какие проблемы возникают в системах с общей памятью, что эффективность не растет реально в два раза. Она растет, ну, условно, 1,9, 1,8, потому что некоторое время требуются некие затычки, могут происходить. Это все равно, как если взять и заставить двух бухгалтеров работать в одной комнате, в которой у каждого свой рабочий стол, свои регистры, свой кэш маленький. Батархан, это вопрос. Батархан, ничего не слышно? Я выключу, чтобы не было призвуков. А, все, спасибо. Вот, некоторое понижение эффективностью от номинальной безусловно будет, потому что, как два бухгалтера в одном кабинете, у них есть возможность выкладывать какие-то там дела, личные книги, какие-то еще что-то с полок, со шкафа на свой стол. То есть, они могут что-то закэшировать из памяти, но все равно иногда будет возникать такая ситуация, что один из них нуждается к тому, чтобы подойти к шкафу и там порыться, а тот тоже нуждается к тому, чтобы подойти к этому общему шкафу и тоже там порыться. И в результате, естественно, это не все время будет происходить, но иногда такие стычки будут происходить. Они, естественно, мирно ожидают, но вот это ожидание влияет на понижение суммарной эффективности. Вторая цель, прошу прощения, цель та же самая, да, скорость вычислений, как нам повысить скорость вычислений. Соответственно, вторая, как сказать, вторая архитектура реализации систем, это, собственно, много вычислительных систем. Да? Много вычислительных систем. Ну, короче, называется, ну, не знаю, там, распределенное, давайте назовем, да, сейчас, секундочку, много, я напишу по-русски, короче, много компьютеров, короче говоря. Много компьютеров. Да? Называется это дело система с разделенной памятью. Да? Или можно сказать, что это распределенная система. Вычислительная система. Они бывают гомогенные, тогда эта хрень называется кластер или фабрика. А бывают гетерогенные, тогда это, ну, вычислительная сеть. Такие вычислительные сети были в свое время популярны, я уверен, что они и сейчас есть. Когда вы можете, что называется, подсоединиться самостоятельно к какому-то, как сказать, научному исследованию, вычислительную мощность своего компьютера, как бы предоставить платно, бесплатно в какое-то вот использование. Еще когда блокчейна и взородышей не было, это уже существовало. Там, по поиску разумных сигналов внеземных цивилизаций. Вот, короче, они бывают через гомогенные, гетерогенные. Вот, сейчас не будем слишком глубоко вдаваться, но смысл следующий, что у вас отдельные персоналки, почему персоналки, сервера или еще что-то, и там в каждом, соответственно, компьютере есть отдельный CPU и отдельная память, да, и отдельная память Random Access Memory, да, и у второго компа тоже самое CPU-шечка, да, и Random Access Memory. Ясно? Вопрос, а почему, а где тут, собственно, единство вычислительное? Ответ. Они должны быть связаны друг с другом через, собственно, сеть. И тут сразу возникает такой момент. Дело в том, что ширина, по-английски bandwidth, ширина, собственно, вот этой вот шины, да, ну, или, как ее называют, магистраль, а по-английски, как ее называют, да, елки-палки, не помню, как называют шину по-английски, вообще не помню, ладно. Короче, ширина вот этого, скорость взаимодействия в битах в секунду, бит в секунду, по внутренней шине внутри одного компьютера намного выше, чем скорость взаимодействия по сети. Там и содержки, пересылок, поэтому в кластерах, вот в этих гомогенных параллельных системах кладут обычно суперскоростную сеть, чтобы задержки, связанные с вот этими пересылками данных между компьютерами, были минимальными, чтобы скорость обмена данными была повыше. Понятно? Вот. Ясно? Ну, а если этого нету, то тогда может быть вот здесь самое узкое место. То есть, этот все посчитал, этот все посчитал, ну, а дальше они ждут, как сказать, взаимодействия для пересылки. Ладно. Значит, давайте поговорим про вот эту самую массовую параллельность. Я прошу прощения, потому что сейчас мне приходится проговаривать очень многие вещи, которые, во-первых, а, еще раз говорю, должен был бы, наверное, рассказывать не я, а как минимум там Карпов Владимир Ефимович, вот у него отдельный курс по этому поводу, но совсем не затронуть их я тоже не могу. Я же не буду посылать вас к нему на курс, чтобы сообщить какую-то базу. Придется. У Карпова, кстати, есть замечательный курс на интуите. По операционным системам и, по-моему, и по параллельному программированию. Вот. Так, сейчас, секундочку. Давайте теперь по поводу взаимодействия вычислительных процессов друг с другом. А как вычислительные процессы в принципе могут друг с другом взаимодействовать? Давайте сейчас пока что считать, что два вычислительных процесса находятся на самом деле в современной, как сказать, в современной эти индустрии это уже даже не так принципиально, сколько важна сама схема взаимодействия. Они могут находиться и далеко. Вопрос о стоимости поддержания. Итак, мы договорились. У нас существуют реально параллельные процессы, которые вычисляются на разных вот этих как бы акторах. То есть, либо отдельные ядра одного компьютера с общей памятью, либо отдельные компьютеры. На одном компьютере вычисляется один, на другом другой. Естественно, что если не будет никакого взаимодействия, тогда большой вопрос. А где тут единая вычислительная система? Ну, где тут единый вычислительный процесс? Нету его. Нету параллельного программирования. Нет вопроса для обсуждения. Вот. Значит, итак, схема взаимодействия. Схемы, лучше скажу. Схемы взаимодействия процессов. Значит так, давайте сейчас, пока что, будем считать, что они находятся у меня на одном компьютере с общей памятью. Файлы в качестве места обмена даже не рассматриваем. Это медленно и неэффективно, ведь наша главная цель повышения производительности. сгрузка информации на файл на жесткий диск, а потом его загрузка обратно в память, это очень дорогой и очень тяжелый процесс, который абсолютно не стоит повышения производительности. Сразу нет. Вот. Поэтому, чем мы можем воспользоваться? Собственно, наличием общей памяти. Вот. Поэтому первая схема взаимодействия вычислительных процессов это так называемая shared memory. Ой, I'm sorry. Общая память. Это самая естественная штука для систем, в которых реально память одна. То есть, в этом смысле, представьте себе, два тех же самых, как я сказал, бухгалтера, в одной комнате у каждого свой рабочий стол, но есть общий шкаф. Соответственно, они обрабатывают информацию из этого шкафа, они некоторым образом договариваются, кто какую часть там шкафа с налоговыми отчетами или какими-нибудь там формами должен обработать, да, ну и соответственно, они над это карпят, карпят, да, вот это самое Аки Кощей, над какой-то своей долей, да, в этой shared memory. Понятно, да? Общая память по-русски. Соответственно, и один вычислительный процесс может доступаться к каким-то штуковинам, ну допустим, не знаю, что-то называется Х и валяется в общей памяти, что-то называется У и валяется в этой общей памяти, да, есть нить, я ее сейчас буду рисовать сверху вниз, они реально будут идти параллельно, да, и здесь нить вычислений, то есть последовательность действия, которая идет, ну и соответственно, вот в какой-то момент этот вычислительный процесс решил взять и прочитать значение Х, ну допустим, там была какая-нибудь двоечка, да, и он двоечку к себе скопировал, да, ну он, что называется, взял и скопировал к себе на свой рабочий стол, да, а потом он что-то посчитал, ну не знаю, он возводил ее в квадрат, он возвел ее в квадрат, посчитал два в квадрате, получил четыре, и эту четверку записал обратно, опаньки, и сюда легла, была двойка, двойки нет, теперь тут четверка, ясно? Другой вычислительный процесс, тоже занимался вычислениями, в какой-то момент он взял и решил прочитать состояние Y, прочитал, в Y была троечка, например, да, в Y была троечка, а вот он посчитал, что эту троечку там, возвел ее в квадрат, возвел ее в квадрат, получилась у него девятка, эту девятку он закладывает обратно, была тройка, тройки нет, теперь тут девятка, прекрасно, и они друг другу не мешают, да, они работают один над другим, другой над этим, но есть такая фишка интересная, да, то есть, а, в чем ценность еще раз, ценность shared memory в том, что не требуется никаких существенных ресурсов на поддержание собственно shared memory, она естественна, она просто, ну вот, как вот я на серваке показывал, да, реально два процессора, а планки памяти, они у них общие, контроллер памяти там общий, он аккуратненько разруливает взаимодействие процессоров, чтобы они, эх, фото соберу, вот, понятно, да, то есть, очень выгодно с точки зрения скорости доступа, в чем минус, в чем минус, смотрите, а что, если у меня вот в этот момент, вот в этот момент, время-то реальное, общее, да, переменные-то, они в реальном времени, память-то переменные, память-то массив, по сути, байт, да, и вот смотрите, сейчас мы схему поймем, у меня один вычислительный процесс из общей памяти забрал двойку, забрал и начал ее вычислять, он вычислил четверку, он вычислит, прошу прощения, но время находится сейчас в этом моменте пока что, да, и тут вот этот вот вычислительный процесс, вот этот вычислительный процесс, Взял из вот этой ячейки Двойку А я что? Там двойка по-прежнему Он вычислил ее квадрат Получилась четверка И эту четверку он запихивает обратно Двойки нету, есть четверка На самом деле было бы прикольнее Именно с таким счетчиком Который просто тупо прибавляет единичку Плюс один делает Не в квадрат возводит А была двойка, он плюс один Два плюс один, это три Вычислил тройку, и здесь то же самое Два плюс один, это три И эту троечку надо запихнуть сюда И он запихнул ее сюда Замечательно Стоп, подождите, запихнул Еще этого не произошло Я поторопился Наступил момент времени вот этот Проснулся спавший процесс Ну спавший, он не спал Он работал Они же у меня реально работающие На самом деле такая проблема Может возникнуть и в интерливинге Но вот при реальной параллельности Это еще реальные наступления этих проблем Соответственно он вычислил тройку Записал туда тройку После чего Проснулся уже Наступил следующий момент времени Вот этот вот И вот этот процесс Посчитал свою тройку И записал ее поверх той тройки Что в результате? У меня вот здесь вот была операция Х плюс равно один У меня здесь была операция Х плюс равно один Х вообще-то вроде бы лежит в общей памяти И по логике Х должен был увеличиться два раза Два раза Что-то не щелкает у меня Мел слишком сухой А у меня реально получилось Что оно щелкнуло только один раз Вот эта хрень Которая получилась Она могла возникнуть А могла не возникнуть Потому что они же вычисляются Независимо друг от друга И вот эта так называемая Критическая секция Критическая секция Она могла наложиться А могла не наложиться И вот эта вот штуковина Называется еще раз Критическая секция Программного кода Понятно? Наложились критические секции Могут быть проблемы А могут и не быть На самом деле Потому что А мало ли там Один с хом А другой с у Провзаимодействовал Ну короче Называется еще раз говорю Критическая секция А то что произошло Называется словом Гейзенбаг Гейзенбаг Я тебе красным напишу Чтобы это было понятно Я могу ошибиться В его там написании Может быть он называет Хейзенбаг Пишется Понятия не имею Надо проверять Мне кажется Что все таки через А вот С или З Не знаю Гейзенбаг по русски Вот Хотя по русски Его так не говорят Обычно Говорят Плавающая ошибка То есть Она иногда появляется А иногда не появляется Более того Она может появляться В реальной работе Ну потому что Ну в результате Если реально Не произошло Этого изменения Да То получится Что Ваша Программа Выдает Неверный результат Или вообще Зависает и глючит Физический результат Неправильный Раз от раза Разный По русски Популярно Другое слово Говорят так Рейс кондишен Состояние гонки Рейс кондишен Ну я в википедии Прочитал что Это не совсем Корректный перевод Но тем не менее Трудноуловимый баг Связанный с наложением Критических секций И непредсказуемым Результатом Что для этого Требуется делать Что надо Как мы можем Получить пользу От наличия Общей памяти И в то же время Добиться того Чтобы Не происходило Гизен бага Чтобы не происходило Вот такого Рейс кондишен Ответ Надо делать Блокировки То есть Перед тем Как вычислительный Процесс Собирается Войти В критическую Секцию Да Он должен Что сделать Он должен Проверить Что в этой Критической Секции Сейчас Никого нет Это знаете Как убедиться Хочешь войти В туалет Да И ты Естественно Перед этим Проверишь Что там Пусто Да Если же Возникнет Такая ситуация Что Да А давайте Рядышком Напишем Такую переменную В общей памяти Напишем Такую переменную В которой будет написано Занято Тогда смотрите Первый человек Подошел к туалету Смотрит Там не написано Занято Нет Не написано Он берет И собирается Писать Занято Но пока Он собирался Писать Занято Вдруг Пришел Быстро Подбежал Другой человек И тоже посмотрел О там Не написано Занято Да Там Свободно Тот Человек Ну и не важно Кто из них Теперь напишет Первым Напишет Занято Тот Пишет Занято Естественно Что программа Не будет Второй раз Смотреть Это люди Продолжают Смотреть Когда пишут А он Посмотрел Состояние перемены И записывает Занято То они уже Оба скажут Занято То есть на самом деле Грамотная Организация Блокировки Да Чтобы не попасть Два вычислителя Процесса Не попали Одновременно Вот в эту Критическую секцию Не получается Сделать Без Операционной Системы Операционная Система Должна Гарантировать А сама Сама переменная Вот где мы будем Что-то Галочку ставить Вешать Табличку Занято Да Операционная Система Должна Обеспечить Что в туалет Простите Да Или в душ Попадает Всегда только Один Посетитель Да Это Называется Mutual Exclusion Есть Механизм Который Называется Там Другой Есть Механизм Который Называется Давайте Напишу Механизм Который Помогает Это Решить Да Вот Чтоб Его Устранить Да Давайте Я не знаю Зелененьким Нарисую Следовательно Как Решение Следовательно Нам Необходимо Такое Решение Которое Называется Взаимное Исключение Или Mutual Exclusion Это Слово Вот эти Два Слова Они Слились В Один В Один Термин Который Называется Мют Экс Мют Экс Ну и Произносится Мют Экс Но по сути Взаимное Исключение Mutual Exclusion Понятно Ну их Там Мют Экс Короче Говоря Вы Их Встретите В C++ Где-то Еще Ну наверное Много Где В разных Языках Вы Встретите Эти Mutual Сейчас Слава Богу В C++ Они В Стандартной Библиотеке Они Нужны Именно Для Защиты Доступа К Каким-то Потенциально Опасным Местам Которые Вы Сами Логически Ваша Голова Подсказывает Так Стоп Я Здесь Доступаюсь К какому-то Куску Общей Памяти И Мне Очень Важно Чтобы Я Прочитал И Записал Туда И При Этом Никто Не Успел Посмотреть И Прочитать Еще Недоизмененные Мною Данные Понятно Поэтому Мы Говорим Всем Ша Всем Стоять Ну в смысле Не Стоять Тут Процесс Если Он Вычисляется Он Может Вычисляться Дальше Но Если Он Подошел К К Критической Секции То Что Mutual Exclusion Приводит К Следующему Что Вот Этот Процесс При Помощи Операционной Системы То есть Он Спрашивает Операционная Система То есть Он Шел Шел В этот Момент Он Собирался Начать Критическую Секцию Но Нет Операционная Система Делает Ему Гэп В Вычислениях Дожидается Конца Критической Секции У Первого И Когда Первый Говорит Все У меня Критическая Секция Кончилась Ну Это Некая Ответственность То есть Теперь Первый Должен Вешать Табличку Занято Он Вешает Мютекс Раз И Замкнулся На Замок Он Замкнулся На Замочек Вот Здесь Мютекс Включил Здесь Мютекс Выключил Но Операционная Система Являясь Посредником Она Образовала Вот Здесь Гэп Ожидания Пустоту Когда Тот Процесс Вынужден Потому Что Он Подошел К моменту Когда Дальше Надо Вычислять Критическую Сину То Что Работает С Вот Этой Общей Памятью И Его Критическая Секция Как Сказать Находится На Небольшом Сдвиге Оттуда Отсюда Вывод Если У вас Весь Программный Код Это Критическая Секция Тогда Нет Никакого Смысла В Шеред Мемори Нет Никакого Смысла В Принципе В параллелизации Но Если У вас Все Время В самом Начале Вычислительного Процесса Мютекс Ну Вот Короче Правильно Продумать Правильно Организовать Вот эти Блокировки На самом Деле Непросто Это Реальная Вот Я скажу Словом Кухня Да Этому Учатся Этим Занимаются Люди Чтобы Организовать Так Чтобы Вот Но Тем не менее Есть Способы Легкого Легкой Организации Параллельности На Многих Процессорах Когда Ну Как сказать Разные Куски Памяти Ну Типа Там Для C++ OpenMP Например Ну Про Куда Сейчас Не будем Трогать Там Делегирование Вычислений На Графический Процессор Сейчас Совсем Его Не трогаем К Переходим К Второй Схеме Взаимодействия Процессов Вторая Схема Взаимодействия Процессов Я сейчас Опускаю Всевозможные Другие Симофоры Дэкстры Вот Прямо Опускаем Вторая Схема Взаимодействия Это Очереди Кьюз Очереди Ну Да Есть Еще Разные Средства Такие Как Пайп Ну Пайп Это Такая Очередь По сути Только Символьная В которой Потоки Ввода Вывода Завязаны Друг На Друга Так Можно В каком То Смысле Там Низкоуровневые Сокеты Они Предлагают Нечто Подобное То есть Вы получаете Некий Такой Пайп В который Можете Наливать Информацию А другое Будет Оттуда Принимать Ну И Она Естественно Идет С некоторой Задержкой Вот Но Очень Удобные Бывают Различные Варианты Очередей Что Это Будет Означать Что У вас Есть Некий Вычислительный Процесс Который Как Ну Независимый Пользуясь С Своим ЦПУ И так Далее Или Ядром Как Независимый Актор Никакой Общей Памяти Нет Даже Если Они Работают На Одном Компьютере Он Варит Свою Кашу Да Есть Другой Вычислительный Процесс Который На Другой Вычислительной Системе Тоже Варит Свою Кашу Да Они Себе Как Сказать Работают Этот Работает Там Этот Работает Тут Но Они Должны Взаимодействовать Ну Не знаю Числа Или Строки Еще что Ну Запросы То есть Некое Содержание Некие Данные И он Их Отправляет В некую Очередь Этот Товарищ Получает Эти Результаты Да Получает Их Из этой Очереди И Пихает Их В какую То Другую Очередь Да Пихает Их В какую То Другую Очередь Из которой Они Могут Попадать Например Сюда Ж Схема Взаимодействия Совершенно Не обязательно Такая Потому что Вообще Вычислительных Процессов Может быть Не два Могут Сотни Тысячи Параллельно Идущих Вычислительных Процессов Когда Используется Массовая Параллельность Что-то вроде Условного Кластера Там Реально Очень Большие Бывают Вычислительные Мощности Вот Есть Важная Вещь Которую Надо Понимать Перед тем Как в принципе Заниматься Распараллеливанием Какого-то Алгоритма Придумать Продумать И реализовать Параллельный Алгоритм Хоть Вот В этом Варианте Хоть Вот В этом Варианте Будет Стоить Определенных Усилий Ну А значит И денег Ну В вашем Случае Скорее Надо Экономить Усилия И вопрос Не А да И еще Обязательно В параллельном Программировании Вылезут Какие-то Неожиданные Баги Поэтому Ну То есть Которые Придется Отлаживать Отладка Параллельных Процессов Параллельных Систем Да С параллельным Вычислением Она Намного Сложнее Чем Отладка Под дебаггером Однозадачной Однопроцессорной Системы Поэтому Большой Большой Вопрос Стоит ли Игра Свечи Стоит ли Это Вопрос На который Можно ответить Иногда Да Иногда Нет Надо Осознать Задачу И еще Важная Штука Мне больше Нравится Вот эта Схема Там В этом Смысле Можно Думать Про суть А вот Эту Всю Кухню Связанную С очередями Берет на себя Какая-то Ну Либо Библиотека Языка Программирования Как в случае Питона Например Либо Либо Берет на себя Например Какой-нибудь Брокер Сообщений Месседж брокер Там например Rabbit MQ Ну и тогда Пожалуйста Хоть гетерогенная Система Где эти Вычислительные Процессоры Процессы Прошу прощения Варятся На разных языках Написаны И работают На разных Операционных Системах Но зато Они работают Под Как сказать С единым Брокером Сообщений Это все По сети бегает Хоть из Не знаю России в Америку Из Германии В Польшу Ладно Значит Короче Это я вам рассказал Две Такие Основные Схемы Взаимодействия Процессов Да Дело в том Что При работе С очередями У нас По сути Нет Явных блокировок То есть Ты хочешь Что-то Запросить Из очереди Ну Если там Никого нет А ты ждешь Когда туда Обязательно Кого-то Положат Ну Тут и Может быть Окажешься Заблокирован На ожидании Этого товарища Кассирша Который ждет Когда же Придут к ним Билеты Покупать Да Но Не надо Никаких Дополнительных Блокировок Если покупателей Прибежит много То они тупо Выстроятся в очереди И все будет Ок Понятно Это с вот этим Получается Какое безблокировочное Такое программирование На самом деле Это еще раз говорю Сложная в принципе Тема Про которую Наверное И не мне надо Разговаривать В целом И сейчас Вот детали Я много Говорить не буду Значит Пора приближаться К Дополнительным вещам Дело в том Что Переключение Контекста Всего Вычислительного Процесса Это довольно Трудоемкая операция Да и Самое главное Что организация Взаимодействия Разных Вычислительных Процессов Это все равно Ну представься Вычислительный процесс Это как Собственник У него есть Земельный участок У него есть там Дом Договора Коммуникаций По электричеству И так далее То есть Ну он Он собственник Да Есть другой Собственник И их взаимодействие Вычислительные Процессы Должны быть В компьютере Изолированы Друг от друга Операционная система Между ними Наоборот Стены Строит Чтоб Не дай бог Один Вычислительный процесс Не влез к другому В его память Это принцип Как сказать Защищенности Да Операционная система Если она этого не обеспечивает Она никому не нужна Да Чем лучше Операционная система Обеспечивает Изоляцию Вычислительных процессов Друг от друга Тем лучше А уж если они хотят Взаимодействовать То это должно быть Обоюдное согласие Они что называется Договор друг с другом Подписали Они запросили Операционную То есть Даже организовать Эту shared memory Очень просто Вот реальный процесс Вычислительный процесс Номер один Идущий Ну вот У меня время идет вниз В данном случае Да Ну в каком-то смысле Я рисую некую сущность Да То есть У него за ним Числятся всякие ресурсы А он открыл Какой-то файл С точки зрения Операционной системы Как некоторого Скажем Государства В мире Вычислительных процессов Ресурсы Которые процесс Открывает Да Они числятся За процессом Целиком То есть Файл STD In Какой-нибудь STD In STD Out Ну вот эти Три стандартных Да Надо было их Вначале написать STD То есть Какая-то конкретная Консолечка Которая фактически Куда он будет Выплевывать Свой текст Да Может быть Какие-то файлы Которые он открыл Или может быть Он открыл Какой-нибудь сокет Для взаимодействия По сети Операционная система Вот это вот Все Да Она Это является Контекстом Самого Вычислительного Процесса Да Контекст Вычислительного Процесса Да У другого Процессора Естественно Стандартные Потоки Открытые файлы Зарезервированная Память Какая-нибудь Да Она Своя Ну то есть Да Я забыл сказать Что динамическая Память Собственно Я напишу слово Memory Реальные страницы памяти Memory pages Странички памяти Конкретно Да Здесь свои STD Ин STD Out R На файлы Память Соответственно Всякие сетевые Штуковины Ну и какие-то еще Ресурсы На самом деле Там даже Mutex Который Разделен Разделяемый Между процессами Тоже является ресурсом Короче Тоже есть Некие ресурсы Ну я не знаю Я там написал Контекст процесса И имею ввиду Что в контекст Процесса Входит и Перечень тех Ресурсов Которые ему Выданы Да То есть Ну Ресурсы Выдаются На процесс Целиком Возникает вопрос Ну давайте Я Ну его Я сейчас Это как сказать Напишу И тут и там Ресурсы Да Входящие Соответственно Зарезервированные За процессом Вот И для того Чтобы они Смогли Взаимодействовать То есть В начале Операционная система Выстроила стены И сказала Так у тебя Одна память А у тебя Другая И в твои Пейджис Контроллер Контроллер Будет бить Если ты Попробуешь Полезть в его Странички А потом Они должны Неким образом Договориться Эти два процесса И один из них Говорит Я хочу В операционной Системе Создать Шерд Мэмори И этот Говорит И я хочу Создать Шерд Мэмори Давай Разберемся Мы Мы хотим Вместе Взаимодействовать С этой Шерд Мэмори Офигенно Сложно Ну то есть Организовать Вот эту самую Общую память Да На самом деле Ну с точки Зрения Вот этого Вот Возни Связанной С запросами К операционной Системе Довольно Сложно Ну впрочем Кстати Сама Шерд Мэмори Тут тоже Подвисает Как некий Ресурс Еще нам Нужны Будут Симофоры Или Мьютексы Которыми Мы будем Обеспечивать Взаимные Блокировки Друг с Другом Ну На самом Деле Можно Сказать Так Подождите Стоп Ну стоп 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 А может Быть Можно Проще Проще Вот Точно Так же Как Бывает Когда Один Собственник А У него В семье Несколько Человек Все Числится За Не важно Папой или Мамой Но у него Есть еще Акторы И его В рамках Вычислительного Процесса Который Начался И пошла Собственно Так называемая Главная Нить Исполнения Main Thread Ну их Thread Называют Ну Thread По-английски Main Thread Пошла Главная Нить Исполнения Делаем Там 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 И тут Вдруг Процесс Понимает Ёлки-палки Я бы хотел Это делать Параллельно Мне не надо Взаимодействия С отдельными Вот этими Сущностями Мне не нужны Отдельные Файлы Другие Какие-то Я Тут как бы На коленочках Маленькую Легенькую Параллельность Хочу сделать Легонечко И вот Был придуман Механизм Более Легкой Организации Параллельных Вычислений Это Нити Исполнения То есть У нас Реальная Параллель Реальная Нечередование Параллельность Когда у меня Одновременно Исполняются И инструкции Главной Нити И инструкции Какой-то Побочной Нити Чаще всего Вот эта Дополнительная Нить Она Представляет Из себя Чего Вызов Функции Это в простейшем Случае Оформляется Как некий Вызов Функции Функция Закончилась Нить Закончилась Но дело в том Что мы вызываем Эта функцию Ради результата Поэтому получается Такой интересный момент Что когда мы ждем Так Ну Шерд Мемор Я уже эту стираю Эту тяжеловесную Тяжеловесную Я стираю Организацию Ну она Нормальная Она полноценная Ну как сказать Слегка тяжеловеснее Чем Через нити А в нитях Общая память Возникает автоматически Она просто По умолчанию Все страницы памяти Которая есть Они все доступны Они все общие Ну только лишь бы У тебя был адрес Этого участка И все Ссылка на него И пожалуйста Себе работай Есть ссылка на него Пожалуйста Ты из этой нити Сможешь доступаться К нужной переменной Проблемы с Шерд Мемори Остаются связаны С блокировкой То есть если вдруг Мы не дай бог Войдем в какую-то Критическую секцию Фактически То ответственность За это Исключительно наша Операционная система Здесь вообще Никакого особенного Участия не принимает Операционная система Обеспечивая Переключение Между нитями Она делает это Как сказать Ну вот Ну так Слегка что называется Подруливая В разных операционных системах Это делается Немножко по-разному Но еще раз И в питоне И в современном Это стандартизировано В стандартной библиотеке Вам всю эту Возню Спитредами И так далее Не надо знать И возиться с ними В деталях Но смысл Еще раз говорю В том Что нити Выполняются Реально параллельно И тут наступает Да Перед тем Как я произнесу Эти страшные вещи Давайте я допроизнесу Еще кое-что Мы Вызывая Какую-то функцию А нить Это по сути функция Наверное Ждем результата То есть я Давайте я немножко Покрупнее нарисую Я запустил Некую функцию Стартовал Дополнительную Да Ну некоторые там Не знаю Second Ну я так напишу Second fret Вторая нить Так вот Я наверное Запускал эту функцию Чтобы получить результат Правда И получается Что Я вот здесь Вот Должен получить Результат А он мог Еще не вычислиться Да Функция может быть Еще вычисляется В результате Основную нить Мне нужно Подвесить Ожидать Да И она должна Вот здесь вот Ждать результат Вот этот вот момент Когда я Как сказать Я параллельно Что-то делал 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 Потом говорю Стоп Вот теперь Дай мне результат Нить Отдай мне свой результат Да Это называется Присоединение нити Join Но по времени С точки зрения Времени То есть если я сейчас Говорю что вот это у меня Время Это присоединение Фактически произойдет Только в тот момент Когда у меня происходит Реальный return Когда функция Вычислила И что-то там Возвращает Ну я не знаю Return Я условно y Какой-нибудь напишу x Что-то там Так вот Вот в этот момент У меня этот результат Вычислен И Основная нить Наконец-таки Может продолжить Вычисление Своих инструкций То есть В рамках Одного вычислительного Процесса С момента Когда изобрели И стали использовать Для параллельности Вот эти нити Нити исполнения Появилась возможность Повышать Производительность В рамках Одного вычислительного Процесса То есть в принципе Можно этих нитей Насоздавать Ну сотню Правда вопрос А есть ли у вас Сто Есть ли у вас Сто ядер на компьютере Стоит ли она того Потому что Формально нити Вы можете Хоть тысячу создать Но если у вас Извините Два ядра То Больше чем в два раза Вы все равно Не получите производительность Согласны? Поэтому Ну а все остальное Будет И А Но зато Тысяча нитей Представьте себе Бедный планировщик Который будет Переключать Этой Потом этой Он будет только и занят Что переключением У вас Вот это Эпсилон Который я писал Да Связанное Собственно С переключениями Ну правда Здесь переключение Контекста Оно минимальное На что Чтобы переключиться Между нитями На самом деле Достаточно А что Кстати Я не забыл сказать А что у нити Все таки свое Ответ У них свой стек У каждой нити Свой стек Стек Это та штуковина Которая отслеживает Вызовы функций Ну никто же не мешает Из этой функции Позвать другую функцию Это называется Синхронный вызов А вот то что сейчас Произошло Это асинхронный вызов У меня параллельно Вычисляется И та И та Но тем не менее Еще раз говорю У нас происходит Необходимость Присоединения Как она оформляется Сейчас увидим Вот И это самое главное Что понимать Ожидание раз Ну и второй вариант Бывает по другому А бывает что Джоин случился Чуть позже Да Вот здесь вот Случился джоин Да Этой нити А нить Уже давно Вычислила Своё значение Собиралась Его вернуть Да Но его никто Не брал И оно Как сказать Позже будет использовано То есть просто Ну она досчитала Вычислительных ресурсов Больше не кушает Планировщик Спокойно освободил Соответствующее ядро И выдал его Какому-то другому процессу Который занимается Вычисление Понятно Да Еще раз Взаимодействие Между нитями Оно По сути Автоматически Происходит Через Shared Memory Мы можем И там Организовать Очереди Для взаимодействия Без блокировок При этом Удобно воспользоваться Специальной библиотекой Q Очередь В которой Эти блокировки На Собственно Взятие Там Заложить В очередь Все решено Она Как это называется Специально написана Для параллельного Программирования А что же Тогда Что же Тогда У нас будет Что называется В этом В общей памяти Ответ Глобальные переменные Раз И второе То на что Есть ссылки В обеих нитях Надо стараться Этого избегать Как избегать Вот этих вот Мест Узких мест Где могут возникнуть Незаметные для нас Критические секции Ответ Желательно Все что функции нужно Передать ей В качестве параметров То есть как бы Выдать ей копии Копии Значений Правда Вопрос в том Что если Объект Который я передаю Очень большой По объему То само изготовление Его копии Может заниматься Слишком длинное время По сравнению С временем Общей работы Функции То есть еще раз Тут нужно держать В уме Как бы А что мы выигрываем Но сейчас Я произнесу страшное Вот теперь Настал момент Сказать Что все Что я сейчас Рассказывал Про нити Про нити Про процесс Все правильно Рассказываю Ничего не врал Но в питоне Есть такая штуковина Гил Расшифровывается Global Interpreter Lock Глобальная блокировка Интерпретатора Это что такое Дело в том Что в питоне Очень сложно Обеспечить Не сложно В питоне Как вы знаете Есть сборщик мусора В питоне Есть Отслеживание Количества ссылок И автоматическое Удаление Объекта Когда количество Ссылок на него Реально равно нулю Ссылок больше нет Он его грохает Соответственно Сборщик мусора Он должен считать Он должен считать Количество Референсов Ссылок На объект Да А теперь смотрите А что если у меня В рамках Одного из них И в рамках Другого Произведет Вот это Плюс равно Один Где возникнет Race Condition Именно Именно С Очередным Референс Каунтером Может оказаться Что у меня пойдет Утечка памяти То есть Утечка памяти Такая тихая зараза Это не то Что происходит Мгновенно Но она Зараза страшная Вот Сейчас у меня Вот здесь Глобальное время Большое время Часы Не микросекунды А вот это У меня Memory Глобальное Использование Памяти Вычислительным Процессором Процессом Простите И вот Вычислительный Процесс Загрузился И он Например Кушает Не знаю 100 Мибибайт Памяти 100 мибов После загрузки Ему понадобилось Он Хватнул Себе Памяти Освободилось Освободил Понадобилось Хватнул Освободилось Освободилось Ну если перестал Пользовать А теперь представьте Себе Что параллельно С вот этими Реальной Ревор Работая с памятью У него Накапливается Паразитное Дополнительное Использование Которое Просто утекает В пустоту Коррупция Такая Оно Дополнительно К этому Плюсика Потихонечку Подтекает 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 Вот я сейчас Добавляю Используемой Памяти Все выше Кривая Она Следует Вот этим Но все выше И выше И выше И фишка В том Что через Неделю Использования Ваша Программа Она Как сказать Не будет Совсем То есть Она вроде Все освободилось А оперативной Памяти Она жрет Все больше И больше И больше Как если бы Какой-то человек Говорил Государство Дай мне Пожалуйста Кусочек земли Один гектар Для сельского хозяйства Ну В этом смысле Операционная система Ей не жалко Она не за деньги Память отдает Вычислить процессом И операционная система Говорит Вот тебе пожалуйста Мегабайт Мебибайт Да Дай мне еще Мебибайт Она дает Глобальный Прошу прощения Сборщик мусора Аккуратно следит За тем Чтобы память Больше неиспользуемая Возвращалась С операционной системе Говорит Извини операционная Спасибо операционная система Вот тебе пожалуйста Кусок памяти Которая больше не нужен Ясно А Memory leak Вот эта штуковина Она называется Утечка памяти Memory leak Я так надеюсь Что Вы немножко помните Про это дело В C++ Надо сказать Что есть языки В которых Memory leak Являются принципиально Неустранимым Например Язык PHP В нем Ну По крайней мере В его стандартных Интерпретаторах Утечка памяти Автоматически Поэтому что PHP Скрипты Не могут Выполняться Дольше Там Ну Минут Не знаю Может Час Может быть Но Он не может быть Серверным приложением То есть Чаще всего PHP скрипт Он запустился Его Apache Запустил Отработал И Поскорее закрыл Пока не накопилось Этих утечек Много Питон Следит за памятью Аккуратненько Соответственно Что У нас Это самое Надо следить И ради этого Очень важно Ну есть еще и другие причины Говорят люди По которым Очень важно Для безбаговой работы Питона Наличие вот этого Global interpreter log Что это значит Это означает Что Не может Параллельно Два вычислить Две нити Выполнять Инструкции На Python То есть Я запустил Эту нить Она Ждет Когда интерпретатор Освободится То есть Она не может Выполнять инструкции На Python А это может Например Да Когда освободился Интерпретатор Это захватывает Интерпретатор И начинает Теперь Выполняться нить Выполняет Свои инструкции А этот товарищ Ждет После чего Нить Вот это вот Передает сюда Что называется И поехала Вот эта нить Работать Ну Вы понимаете Что Как бы Пользы то нету Пользы то нету Вычислительной пользы Я то думал Что сейчас У меня параллельность Появится А получается Что сколько нитей Не создай За счет Вот этого Глобального Замка Да Глобальной блокировки Интерпретатора В рамках одного Вычислительного процесса Никакой производительности Мы получить Не можем Подождите Подождите А помните Я вам рассказывал Про интерливинг Ну это же реальный Интерливинг Да Правда То есть по сути Из-за глобальной блокировки Интерпретатора В питоне В рамках вычислительного процесса С нитями Происходит То же самое Что происходит На одноядерном Однопроцессорном компьютере В многозадачной операционке Чередование Но в результате Возникает Это так называемая Псевдопараллельность Но Но Помните я вам сказал Насчет Работы с вводом Выводом Когда клавиатуру Одна нить Запросила клавиатуру Угу И вот одна из нитей Ну например Я запустил Какой-нибудь Реальный Вычислительный процесс Посчитать Какой-нибудь Дурацким алгоритмом Посчитать Пятидесятое число Фибоначчи Рекуррентным Неэффективным Без кэширования Он вычисляется Себе А я в какой-то момент Взял и спрашиваю Пользователь А какое следующее число Будем считать И вот в этот момент Мы уходим В так называемый Системный вызов То есть Делаем input А ведь на самом-то деле Input Товарищи Или считывание Из файла Работа с файлом Это работа Не нашей программы Это мы Обращаемся К операционной системе О, великая Операционная система Ты знаешь Как взаимодействовать С устройствами А я не знаю Операционная система Пожалуйста Считай-ка мне Из файла Пару строчек И она Вернет вам Эти пару строчек И ваша программа Продолжит дальше работать Это уход Это уход в системный вызов Значит Интерпретатор Свободен То есть С момента Когда мы пошли В системный вызов Я специально Видите Другим цветом Рисую С момента Когда мы ушли В системный вызов Реально Работает Вообще Это даже не наш Вычислительный процесс Наш Вычислительный процесс Находится Вообще В состоянии Не вычислительный процесс Это нить Нить Находится В ожидании Нить Находится В ожидании Когда Придут Данные Из файла Или по сети Или с клавиатуры Она ждет Когда оттуда Приползут данные обработка вся она производится операционной системой в какой-то момент происходит возврат из системного вызова да то есть вот системный вызов закончился на вот соответственно что у меня получается что у меня ну вот здесь еще происходило допустим у меня сейчас я сделаю такое чередование раз здесь не было ничего потом оп потом сюда и мы ушли в системный вызов дальше у нас операционная система работает а параллельно с ней без проблем происходит наше исполнение нашей нити в момент когда операционная система отработала снова начинается чередование до момента пока не потребуется собственно join то есть у нас кусочек тут поработал кусочек тут поработал кусочек тут поработал они работают независимо да могут там взаимодействовать через shared memory. Да, ну, выигрыша в производительности в этом вроде бы нет, но что есть? Есть реальный выигрыш в интерактивности. Помните, что я вам сказал? Да? Что мы можем получить, поставить главной целью параллельности не столько скорость вычислений, сколько повышение интерактивности. Это, знаете, как вот эта вот задача, читать что-то из файла, получить что-то по сети, да, или что-то еще. Это как бы, ну, не знаю, пойти, постоять в очереди, чтобы купить хлеба. Да? Ну, и там, не знаю, взял ребенка, послал в магазин. Ребенок пошел, купил хлеба тебе, да? И он стоял в очереди и не мешал в этом смысле. То есть тебе не пришлось делать это самому и отказываться от какой-то продуктивной деятельности, которую ты выполнял. Да? А вы разрешаете детям деньги? Ладно, это не к студентам, конечно, вопрос. А вы разрешаете детям покупать? С какого возраста ребенок должен иметь деньги и должен покупать самостоятельно? Как развить финансовую грамотность у человека? Очень нетривиальный вопрос. Возраст, психологическое состояние. Должен ли ребенок зарабатывать деньги или получать их задарма? Можно ли платить человеку за оценки? А как же отличная стипендия, раз это не то же самое? Ладно, мы поговорили про, много поговорили сейчас в каком-то смысле теоретически. нам надо переходить к практике. Итак, давайте перейдем к практической части. Сейчас, секундочку. Значит, как организована работа с многопоточностью в Python? Я скажу, что Python, в принципе, это язык не для параллельного программирования, хотя кто-то может со мной поспорить. Но все-таки, если вам необходима производительность, стоит посмотреть, в принципе, в сторону других языков, хотя бы того же C++, Rust, D-Lang, Golang, Kotlin, в конце концов. Да, Kotlin, вполне себе прикольный язык, в котором работа с параллельным программированием, она во многом заложена в сам язык, а не в библиотеке. Тем не менее, работа в Python с этими, прошу прощения, с параллельностью, она реализована и не так уж и плоха, прямо скажем. Значит, что мы можем, собственно, найти в стандартной библиотеке Python? Значит, есть работа с нитями. Для этого есть несколько способов. Есть низкоуровневые нити, модуль Thread, вот, с подчеркиванием, да, соответственно, вопрос, как бы, надо ли вам это, надо ли, да, вот там непосредственно стартовать, там, прервать, то-се, выйти из нити, определить там ее размер, короче, что называется, низкоуровневые вещи, связанные с нитями, да, а есть более высокоуровневые, он приятнее в работе, это фрейлинг, соответственно, Thread-based Parallelism, да, то есть этот параллелизм, который нам не выдаст никакой дополнительной вычислительной мощности, если только один из процессов, например, или там, несколько, те параллельные нити, которые мы запускаем, не работают с вводом-выводом, то есть нам, в чем смысл? вот, они пусть занимаются, стоят в очередях, а мы пока будем вычислять что-то. Вот, ну, тут есть, опять же, мы сейчас, сейчас, я не буду сюда уходить, давайте пойдем по нашему плану, по ноутбуку. Итак, значит, многопоточность в Python, ну, потоки и процессы. Значит, давайте начнем с, вот этого, низкоуровневых нитей, да, здесь у нас импортируется модуль, вот этих низкоуровневых нитей, фред, и импортируется модуль тайм, ну, чтобы просто видно было, кто когда выполняется. И дальше смотрите, что происходит. Вот есть функция, которая будет запускаться, асинхронно, именно как нить, то есть, вот мы пытаемся создать парочку нитей, здесь это обернуто через исключение, на всякий случай, если вдруг не удастся создать нити по какой-то причине. Вот, соответственно, делаем новую нить, start new thread, из модуля thread, передаем саму ссылку на функцию, я чуть-чуть, это, как называется, петонизирую, а вот здесь, посмотрите, передается кортеж, кортеж параметров этой функции. Ну, в данном случае, эту запятую можно было, в принципе, не ставить, ну, ради того, что, мало ли, функции с одним параметром, там запятая в конце будет в кортеже важна, чтобы сделать кортеж из одного значения, нам нужно обязательно в скобках значение и запятая, иначе будет не кузяво. Так, ну, я уберу лишние пробелы, меня это чуть-чуть морочит, как сказать, не нравится, и здесь не нравится, pipoization, окей, короче, здесь не нравится, все остальное, кажется, вот здесь не нравится еще, о, теперь мне все это нравится, давайте запустим и посмотрим на результаты, и так, у меня происходит следующее, параллельно выполняются две нити, и первая, и вторая, и они, почему я не замечаю никакого простоя в ресурсах, почему во время, когда одна из них спит, другая тоже умудряется в это же время спать, дело в том, что sleep, это действие, которое делает операционная система, операционная система просто говорит, о, замечательно, я тебя разбужу, а потом раз его и будет обратно, то есть это тоже примитивный, но все-таки запрос к операционной системе, тем не менее, мы можем заметить race condition, что я имею в виду, дело в том, что первая нить, точнее, прошу прощения, вторая нить, не успела распечатать на потоке ввода, а поток ввода STD out, у них вывода, на потоке вывода STD out, а он у них один, первая из них не успела еще распечатать перевод строки, как тут прискакала вторая и успела напечатать свое, потом первая допечатала свой перевод строки, может вторая напечатала свой, потом первая, я это здесь уже различить не смогу, но смысл вот такой, что у меня она вклинилась в середину распечатки другой, теоретически она могла всунутся куда-то прямо вообще в середину строки, то есть не перед переводом коррекции, понятно? Вот, ну соответственно, как видите, для создания нити вот в этом режиме, с низкоуровневой параллельностью создания, с низкоуровневым созданием нитей, мы вручную, что называется, дернуть новую нить, и все, а что дальше с этой нитью делать, а как с ней взаимодействовать, а что если эти нити, а мне хочется с ней результат как-то получить, понимаете, не просто вот так вот, ясно? что я сделаю? Я могу воспользоваться более высокоуровневым модулем фрединг, здесь мы должны обязательно создать класс, то есть на какой-то тип, скажем, нити, то есть если там мы создавали функцию, которую можно, в принципе, вызвать несколько раз, ну то есть эти потоки будут, как сказать, выполнять одни и те же инструкции, то есть в этом смысле создание класса my thread, это описание того, как будет работать нить, а реальный ее запуск, создание экземпляра, будет означать уже непосредственный, собственно, запуск конкретного экземпляра этой нити, да, с передачей конкретных параметров для вычислений, видите, да? Что мы получаем за счет вот этого вот, как сказать, ну это накладка, дополнительная обвязка, да, нам надо писать, что мы получаем? Первое, мы получаем отдельную возможность запускать run, вот, и отдельную передачу параметров, мы получаем объект в главной нити, мы имеем объект нити, и за счет этого мы можем продолжать взаимодействовать, с этой нитью, не только через какие-то там ссылочные объекты, а более высокоуровневым образом, понятно? То есть останется объект. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас происходит, thread countdown, да, что у нас counter 5, да, что тут делается, я не понял, в чем дело, что она делает, а, она запускает некую функцию, у этой функции нет глобальных переменных, я забыл про это сказать, а это важно сказать, дело в том, что глобальные переменные, это великое зло для параллельного программирования, в первую очередь, глобальные переменные, каждая глобальная переменная, это, по сути, место потенциального, скрытого от вас, скрытого от ваших глаз, скрытой от ваших глаз, критической секции. Ну это как если, если что-то не так, я не буду бросать исключения, я лучше запишу в какую-нибудь переменную, типа R, но, есть такая переменная в чистом си, есть такая переменная R, но, и стандартная библиотека чистого си, она туда всякие ошибки набрасывала, вот, так это же жесть какая-то, получается, что глобальная переменная спрятана в саму стандартную библиотеку чистого си, и определить ошибку, я могу не попасть, не узнать об ошибке, потому что она уже перезаписана другим кодом ошибки, причем она перезаписывается нулем в случае успешного выполнения, и, по-моему, ну короче, я уже забыл, чисто на чисто там си столько лет написал, уже не помню, но фишка в том, что из-за race condition, можно в принципе не увидеть даже факта совершившейся ошибки, кода выполнения, кода этой ошибки, в данном же случае, вот эта функция thread countdown, она, является абсолютно без, как сказать, она все получает в качестве параметров, никакого даже ретерна нет, но ретерн и передача параметров, это безопасные способы передать что-то внутрь какой-то функции, потока безопасный, скажем так, поэтому то, что один поток будет делать thread countdown, второй будет делать, это не страшно совершенно, ни к чему плохому не приведет, так, а где же запуск, а запуск, прошу прощения, видимо ниже, я не вижу запуска, это ее описание, ну давайте, мне придется прогнать, чтобы у меня это выполнилось, import threading, класс, а почему еще раз, start proxies, а это проверка просто, сейчас, а где, я не понимаю, сейчас, секундочку, интересно, почему он молчит, ну тут не хватает, вот тут не хватает функции, скорее всего, он мне сейчас скажет, что я не знаю, кто такой, исправим, здесь же нет пока исправим, ну давайте, выполним ровно то, что тут написано, интересно, висим, ну висим, давайте прервем, что ли, давайте, ну его вот этого, давайте выполним вот этот, код, о, слава богу, и так, что произошло, пока ничего, пока ничего не произошло, чуть-чуть уменьшим шрифт, и так, что происходит, это, ну, my input, некие числа, которые надо проверить на простоту, это массив, список, прошу прощения, нитей, и для каждого икса, создается объект, вот этого вот класса, my thread, который, собственно, запускается, да, вычисление запускается, вызовом start, обратите внимание, я такого не описывал, но за счет того, что он унаследован, от, threading thread, да, он является наследником, того класса, вот это является, корректным запуском, вычислений, ну, собственно, в частности, вот этого run, просто там делаются некоторые, в этом старте, делаются некоторые предварительные действия, теперь смотрите, и вот этот объект, который мы создали сейчас, который мы сейчас запустили, да, нить с методом run, она у нас, соответственно, ушла в список threads, ну, чтобы мы потом могли их перебирать, после того, как все нити оказались запущены, опущенными, да, можно переходить к их присоединению, ну, например, я хочу, там, не знаю, на самом деле вопрос в том, что мне недостаточно было бы проверить простоту, хотелось бы эту простоту как-то еще и получить, да, поэтому на самом деле, большой вопрос, а как бы мне это дело получить оттуда, этого, да, эти простые числа, ну, я хочу реально распечатать, какие числа простые, ну, давайте сейчас запишем, тут, ну, видите, не пишет, а в чем там дело, интересно, exception, и фред 4, интересно, в чем там будет exception, finished, name is prime, is not defined, интересно, в чем дело, какие-то еще нити, странные, не знаю, в чем дело, если честно, как это может произойти, еще раз, простите, даже не знаю, нет, все равно не понимаю, у меня же вот здесь, по сути, как бы новый список должен изготавливаться, по идее, каждый раз, почему-то он, как будто увеличивается и увеличивается с каждым разом, ладно, простите меня, пожалуйста, давайте двигаться дальше, итак, передача данных между потоками, может производиться при помощи, вот как общей памяти, так и очередей, пайпы, да, в этом смысле, вот это, вот принцип FIFO, первым пришел, первым обслужен, первый пришел, первый вышел, first in, first out, соответственно, можно взять и, импортировать очередь, из multiprocessing, значит, давайте посмотрим на, так, это у меня где валяется, это рядышком где-то было у меня, процесс-based, проллизм, это, это, прошу прощения, будет именно для, смотрите, тут есть разница, дело в том, что есть очереди, предназначенные для взаимодействия уже самих вычислительных процессов друг с другом, а есть очереди, которые предназначены для взаимодействия этих нитей, и они разные, то есть, вот это Q, это для free, threaded programming, когда нужно безопасно перемещать информацию между нитями, понятно? Соответственно, для этого QQ, сам класс называется Q с большой буковки, вот, а есть, соответственно, Q, ну и процесс, который с, между, между процессами исполнения, ну, здесь, надо сказать, вот, я не понимаю, почему тут import Q сделано после этого, ведь QQ тут не используется, мне кажется, что это лишнее, я грохну и попробую выполнить без него, и самое главное, что здесь уже им вычисления не нужно, для разных вычислительных процессов, когда это разные вычислительные процессы, то у нас работает одновременно несколько интерпретаторов Python. И в этом случае получается с multiprocessing, да, то есть вот с multiprocessing можно, с созданием новых вычислительных процессов, можно реально получать выигрыш производительности. Понятно? То есть, если мы хотим именно попытаться, да, на Python, но все-таки сделать реальную параллельность, то нам придется, ради того, чтобы избегать вот этого global interpreter log, запускать это именно через multiprocessing, и именно процессы, а раз так, то нам нужна именно та Q, которая реализована в multiprocessing, а не в Q, которая с маленькой буквы QQ. Нам нужна будет очередь между процессами. Итак, что делается? Смотрите, значит, создается в начале очередь, очередь создается, потом создается процесс, из главного, ну, name равно main, запускается главная функция. Что происходит? Запускается процесс, цель которого, это функция F, мне не нравится, здесь нет переноса, я сделаю перенос, так, все остальное пока нравится, здесь не нравится. Значит, это раз, то есть мы говорим, будешь функцию F вычислять, и второе, ну, собственно, надо передать очередь, да, вот очередь надо передать, в качестве параметра, и тогда у нас получается, что вот этот вычислительный процесс, отдельный вычислительный процесс, может заниматься каким-то очередным вычислением, да, и набрасывать в эту очередь нечто, да, а здесь я из этой очереди при помощи get могу брать значение, то есть как бы push-pop, только называется put и get, и этот put и get, в случае, если я пытаюсь сделать get, а там ничего нет, что произойдет? Мой процесс подвиснет на ожидании, он будет ждать, когда же туда кто-нибудь сделает put, и может оказаться, что мой процесс не дождется этого, так может оказаться, ясно? Интересно, почему он разным шрифтом выводит, и что он, почему он выводит два раза? Main, вроде бы он ничего не печатает, второе просто уже напечатано, как текст, а-а-а, спасибо большое, я думаю, еще и шрифт разным, откуда берется, pipe, pipe, структура данных, которая используется для связи между процессами, в многопроцессорных программах, еще, пара объектов соединения, соединенных каналом, которые по умолчанию являются дуплексом, двухсторонним, а-а-а, все понятно, pipe, работа pipe происходит следующим образом, пайп возвращает пару объектов соединения, которые предоставляют два конца канала, у каждого объекта есть два метода, send и receive, для взаимодействия между процессами, замечательно, двухстороннее получается, да, у нас дуплексное соединение, так, ну и он тоже у нас находится в модуле мальтипроцессинг, соответственно, они теперь могут посылать друг другу, оба, ну то есть здесь у нас в одну сторону, этот шлет, этот принимает, вот, но, реально можно организовать, именно в две стороны, один шлет, другой принимает, тот шлет, этот принимает, ну давайте я прям сделаю, конную, вот здесь, эй, а, тут, а, я понял, в чем дело, почему он так жалуется, потому что количество отступов, там не совпадает, не четыре, это, пипи файер, жалуется, вот в чем дело, ладно, короче, что хотел сказать, запустить хотел, это дело, и увидеть, что он посылает, тот принимает, а давайте теперь в обратную сторону, да, вот здесь я хочу, соответственно, принять, Conan Receive, соответственно, что я буду принимать, оттуда, значит, ну не знаю, там, y равно, или x, давайте, Conan Receive, и print, соответственно, это у меня f, двоеточие, x равно, x, ну, я сделал это функциональной строкой, и это у меня, ну, слушайте, я не знаю, как назвать это, что это нить отдельная, точнее, это на самом деле не нить, это именно отдельный процесс, процесс 2, давайте только здесь скажу тогда, что это, собственно, вот процесс 2, ну, именно она будет запускаться у меня в качестве этой вот, таргета, что именно будет тут выполняться, в новом интерпретаторе питона, так, сейчас, секунду, connection close, значит, а здесь я должен сделать, что send, значит, этот, допустим, receive сделал, а теперь он шлет, давайте он пошлет, только вот я сделаю не то, что он получил и все, нет, давайте он получит оттуда значение, давайте здесь я его назову y, получил его, распечатал его, а послал y, только давайте его сделаем, не знаю, срез задом наперед, ну, я же знаю, что это у меня список, ну, пусть он изготовит у меня список, который задом наперед, от края до края, помните, да, срезы, или не помните, ну, я надеюсь, что помните, что такое срезы, от края до края, с шагом минус один, старт степ, стоп не указал, только степ указал, ну, короче, смысл в том, что я пошлю что-то другое, what's going on, сейчас, con is not defined, потому что у меня parent con называется здесь, вау, смотрите, вот это f, то, что он получил, распечатал, а это то, что parent получил, распечатал, странно, странно, ведь, казалось бы, у меня процесс 2, да, должен получить и распечатать раньше, он послал, потом принял, да, соответственно, а этот у меня что, он принял, распечатал и послал, да, я вижу вот здесь вывод, который выглядит странно для меня, то есть ощущение, что он, вот я погоняю это дело несколько раз, а он, кажется, все следующее и следующее запускает, или нет, вот эти, открою пошире, посмотрю еще раз на его работу, ну, каждый раз он это делает, негодяй, даже не знаю, почему так, если честно, но дело в том, что у каждого процесса, так, я тут, кажется, немножко улетел, сильно улетел, да, я уж, пожалуй, прям сильно сейчас не успею многие вещи проговорить, надо побыстрее сильно сказать, да, прям многое чего не успею сказать, быстрее надо было говорить, слушайте, многое останется под изучение, такое более самостоятельное, я вот, я говорил, что Светлана будет более практические вещи говорить, а я вот могу объяснить, рассказать, как что встроено, вот, но тут вот, к сожалению, много чего нужно, много чего нужно по-хорошему рассказывать, уже такого детального, как видите, она хорошо подготовилась, короче, давайте плюнем, давайте pipe, менеджер, что такое, класс многопроцессорных модулей, который обеспечивает способ координации общей информации между всеми пользователями, управляющий объект управляет процессорами, сервера, который управляет общими объектами, позволяет другим процессом манипулировать ими, короче, менеджеры предоставляют способ создавать данные, которые могут быть разделены между различными процессами, управление серверным процессом, который управляет общими объектами, и обновления всех общих объектов, когда какой-либо процесс изменяет их, так пример создание записи списка в процессе сервера а затем добавление новой записи в этот список слушайте вы знаете как я сделаю я пожалуй пожалуй мне легче будет сделать следующим образом и правильный сегодня мы уже исчерпали наше время и все равно некоторые детали некоторые детали конкретной организации параллельно или все равно нам надо бы еще обсудить вот давайте я лучше в следующий раз перенесу более детальный разговор про организацию параллельности вот там будут темы мне кажется чуть менее грузануты чем это видите мы такими очень большими мозгами о.п. функционально это теперь вот параллельное программирование каждая из этих тем это реально годовой учебный курс по хорошему поэтому ну простите меня пожалуйста да я пытаюсь рассказать главные вещи по существу заключение заключение давайте про него поговорим ресурс параллельности предположим что вы хотите вычислять какую-нибудь динамическое программирование в котором у вас двумерное динамическое программирование у вас есть некий массив матрица в которой у вас известны значения вот здесь вот известное значение вот здесь вот неважно какие да по существу шесть это пять прошу прощения и так далее вам необходимо соответственно вычислить вот эти значения в каждую конкретно сюда мы попадаем по принципу нужно просу допустим тупо просуммировать два числа отсюда отсюда это что-то будет наподобие чисел фибоначчи то что тут у меня написано но это не числа фибоначчи ну просто потому что тут вписал другие числа но смысл такой так вот смотрите я не могу вычислять пока мне не будут даны вот это и вот это да возникает вопрос сколько потоков неважно процессов сколько вот этих акторов может начать вычисление ответ только один только один у всех остальных а даже если у меня бесконечное количество вычислительных процессов бесконечная скорость сети все равно реальное действие по сложению можно осуществить вначале только одно взять раз число взять два число и сложить только после того как будет получен вот этот результат я могу запустить два других действия видите да вот вот этот вот результат который был получен скажем так на первом шаге является ограничением да по или скажем зависимостью по данным то есть мы до имея бесконечный вычислительный ресурс сколько угодно что называется людей да но зависимость по данным заставляет нас ждать предыдущего числа соответственно следующий шаг у меня в данной конкретной задачи ресурс параллельности нарастает то есть после того как вычисленную я специально взял задачку где ресурс этой параллельности меняется с течением времени прямо во время вычисления этой задачи на соответственно у меня зависимость по данным на втором шаге соответственно вот отсюда и отсюда да ну а отсюда данные в принципе были да но вот тут я же не могу начать складывать пока не узнаю что там у меня получилось получил число получил число могу начинать вычислять вот это на опаньки 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 но я сейчас неважно да по существу на следующем этапе у меня еще сильнее что называется разрастется да вот это моя возможность параллелизации но исходя из размеров необходимой матрицы условно представьте себе что это не сложение чисел а это какая-то очень тяжелая операция проверка взаимной простоты слишком простая вечно наибольшую общей делитель посчитать это быстро не знаю как математическая не возведение в степень не умножение ошибки прям даже не могу быстро придумать поиск всевозможных простых чисел в диапазоне от этого до этого числа не знаю и записи там их количество или чем быть еще неважно крайне сложное действие вычислительная проверка белка здесь у меня различные белки вирусок к вид 19 сарсков-2 да а здесь у меня различные химические вещества которые воздействуют на эти белки и вот я пытаюсь что называется посчитать исходя из вот этого а что если она больше кусочек но не важно сейчас что там у меня это взаимозависимость есть некоторые кусок а кусок днк столько-то символов кусок днк сам столько-то символов не важно и постепенно решают задачу так вот фишка в том что матрица в какой-то момент что называется может закончиться причем кстати в разный здесь там в 4 здесь 5 и может оказаться что соответственно у меня ресурс параллельности вот он достиг 4 4 дальше что называется держится 4 еще один момент времени да а потом начинает постепенно убывать то есть следующие одновременно я могу запустить три процесса но не больше при максимальной эффективности понимаете да после чего соответственно он у меня еще как сказать сжимается ресурс вычислитель параллельность но это именно вот когда нужно большие вычислительные расчеты когда это кластер когда это вот обеспечивается большое большое вычисление и последний процесс что называется за них сводит результаты в единое число которое нас там некий ответ понятно еще раз да мне получились как бы некие фронты понятное дело что может быть у меня реальных процессов процессоров будет не 4 атом 2 ну в результате мне придется на этапе когда у меня будет там больше но я могу схватить там вот этот и вот это то потом вот этот доделать на доделывать вот этот начать вот этот поскольку он уже вычислен да потом то есть вот эти два ну короче как сказать но не выше чем 4 значит у меня в для данного длинной задачи больше чем 4 вычислительных процесса или там нити не имеет смысла все остальные автоматически будут простаивать и они но если я сделал там же очередь вычисленных результатов да и там в ожидании будут висеть что называется на то чтобы вычислять следующее значение до очередные там процессы будут вставать в очередь на то чтобы на работу очередь в которой будут бросаться работа соответственно вычисления короче еще раз смысл в том что есть ограничен ресурс параллельности он зависит от конкретные задачи задачи и от параметров этой задачи и про это дело надо думать еще раз произнесу параллельно программирование это очень большая кухня вот есть всякие там не знаю я ходил однажды на суперкомпьютерную академию в мгу там они летом проводили это для студентов сотрудников вот такая она достаточно открытая была бесплатная бесплатная надеюсь и сейчас вот они наверное каждый год и проводят вот выводим с там со своими учениками сейчас у нас на физтехе такой большой движухи связаны с параллельным программированием нету но у нас есть но вот центр который занимается этими графическими вычислениями вот андрей казенов у нас это с наиску альт курс его на есть карпов владимир филович который шарит очень хорошо вот но скорее вот как-то старые виды параллельности такие mpi и и и прочее но тем не менее да он шарит круто вот а я не шарю на этом сегодня все спасибо большое за внимание я не шарит круто вот